жарила лучок сварила тут сердце вяжем и что у нас завтра будет значит завтра у нас будут зразы конечно же граничка захотела зазы вот у нас была картошка выголоватая вот мы ее перебрали сварили часть часть там ящички еще осталось на нашу с не буду делать уж если мы уедем его будет настанет полный вот так что то ли не знаю чего то ведь мы у нас приступить четыре человека массива сейчас не едим у меня было венцом дома сейчас я буду кайфовать такое у меня венцо посада дэйл дэл рэй что типа это называется вот такой вот до посада дэй правильно прочитала кто делал испания вот и один мой бокал бокал мокрый потому что холодное вино пойду на балкон у нас дождь прошел или еще идет не знаю и пойду кайфа ну трошечки не право так что у нас тут идет дождь еще если поднимайте штуки или не поднимать сейчас посмотрю как лучше хочу окошко открыть окошко тут открыть за эти штуки невозможно бумажка мне уже высохла можно снять сейчас я ее на кухню отнесу он когда эти штуки опущены лучше открывается окно на себя открытая все прикрою пушином мешает пока время и кайфовать открыла окно туши беседки у нас такой маленький подоконничек от луны сегодня нет пасмурно что же я вам хочу рассказать шикарно сегодня погуляли в центре вино замечательное как я люблю вообще сколько приехала во львов вообще ни грамма алкоголя ничего у нас тут есть и пиво и то еще вспоминаю эти дни знаете когда это начало войны было и алкоголь не продавался нигде вообще почему-то мне так ну видимо когда мы с этого дома приехали сюда во львов когда там сидели в погребе до восемь дней и вылазили то почему-то мне так хотелось тут во львове выпить именно крепкого алкоголя хотелось но я люблю вообще я могу выпить крепкий алкоголь спокойно я люблю виски и коньяк больше бренди да ну как сказать люблю я вообще не употребляю вообще но если пить и на столе будет там выбор белого например вина я не люблю белое вино шампанское да я могу выпить это это очень редко ну когда мне очень хочется шампанского или под какую-то такую знаете жирную мясную еду вот на новый год да если в гостях так и вот там стоит знаете будет выбор между какими-то слабоалкоголками и крепким я выберу крепкое так что меня понесло не ту сторону думаю она вам не надо круче сейчас два часа ночи я стираю белье сложила посылку на отправление мужу еще и как оказалось очень много мы тут нажили за 4 5 месяцев до здесь сколько сколько война столько мы здесь да вот все мы обжились и посуда это еще и все потихонечку конечно надо отправлять но так как нас еще ничего не закончено и не решено знаете вот это чувство страха я вспоминаю людей знаете которые голодали там одета и а потом прятали сухари под подушкой вот это я себя сейчас напоминаю есть некий страх ну принципе он понятен так в принципе еще ничего вообще не понятно что дальше будет а я боюсь все забирать отсюда вас квартиры потому что если вдруг придется уезжать нам обратно сюда и у нас опять ничего не будет потому что я мужу говорю ты же пойми реально мы ничего не соберем а есть еще такой вариант что а возможно вообще без машины я буду ехать и тогда вообще это будет жесть потому что у меня будут собаки на первом плане и детей и ребенок на забрать короче есть такое чувство страха переднюю камеру вообще не видно а так тоже вроде неудобно разговаривать вот ну короче что я вам скажу перебираю вещи кое-что оставляю практически ничего хочу сказать но еще оставляю конечно некоторые вещи жалко мне оставлять не думал мне поддержите хорошие там одеяло данные еще составляют дело потому что я хозяйскими в любом случае пользоваться не хочу если что мы сейчас жили я не единым полотенцем и постельным ничем не пользовалась все что у нас было свое и мы пользовались так что такие дела кое-что с вещей оставляем мужу вещи почти все отправила чуть-чуть там остается у нас здесь частично остается сейчас буду еще отправлю посылку мужу нашими светолинка вещами короче есть над чем подумать чем заняться квартиру мы пока продолжаем снимать не знаю надолго ли потому что вероника со своим бойфрендом отказались снимать ну вернее он не хочет работаю уволен тут во львове поэтому в киеве работая там где он работал куда мой муж его устроил нет все эти связи поэтому будет удовольствовать работу сам вероника на не работает потому что работу в киеве на киеве невозможно вот я если мы квартиру уже эту отдадим я буду искать еще всегда работу в киеве воду я хочу сказать легче с работы поэтому квартиру мы еще пока задаем вот вот не снимаем будем сами снимать не там уж цен может трошечки если нет значит все вот вот и месяц еще точно снимаем сентябрь ну а дальше будем смотреть обстоятельства но я вам хочу сказать я вам хочу сказать что обалдеть как круто иметь квартиру в разных городах вы знаете я бы так жила наверное всю жизнь и месяц там пожить месяц там пожить это офигенно круто и так чтоб вещи знаете везде были там и там чтоб ехал ничего не надо не везти с собой там какие то мелочи по вещам а так чтоб там все было химия посуда такое основная вещь какие то это офигеть как круто мне очень нравится я бы жила я бы ездила по разным городам даже разным странам вообще офигенно было бы а так жизнь прикольно просто везде есть свои плюсы есть свои минусы и где-то поживешь покайфуешь в чем-то что-то тебе надоест поедешь в другое место и так очень круто нам вот так вот так на сегодня все буду заканчивать сейчас повешу 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 вещи на балкон чуть-чуть еще постою помолчу и пойду спать пока-пока что я забыла вам рассказать мы сегодня купили флаг украины это ленька давно просила вот ну нигде как ни во львове купить флаг украине конечно же здесь я сначала хотела сама пошить поискать вот поискать в интернете но мы нашли нормальную цену случайно полдня гуляла с флагом Украины на плечах я думаю это очень хорошо поэтому в принципе поддержала ее в этом кстати она прочитала книжку то что купила новую и сегодня хотела зайти за новой ну новая книжка этой серии ну там она частями идет там но книга уже была зачинена не успели мы так что так вот не зря я его дела по книгарням гарным мне подобаются тоже книгарные таки книжные книжные магазины там где тоже так ну красиво на полках все стоит и и бачите это это все и ее я очень рада так утро начинается у меня со сраз готовлю сразы перемолола сердце что добавила лучок жареный бельончик остался видите я добавляю всегда бельон потому что парш такой должен быть так он сухой получается вот здесь перемолола картофель который мы варили теперь сюда буду добавлять 2 яйца соль муку делать из него тесто и потом делать из этого теста пирожок вложить в него мясо и жарить на сковороде в масле вот у меня яиц нету поэтому придется попозже чуть приготовить виталинкой вышла на прогулку я взяла себе йогурт вишню черешня сладкий такий виталина все взяла перзинку все с чем облах и два сирка артур в киеве поехал на самокате и очень забыл все упал очень сильно собрал себе пол ноги и пол руки так что мы гуляем у нас целый день дождь но мы вышли на прогулку то моросит то не моросит но все равно вышли гулять да? пошли в путешествие часовой укрытие часовое укрытие тут кинотеатр или нет? она изменила дитину фотографии с войны видишь? да я тоже один кинотеатр я тоже нещодавно дивилась динопарк я считаю нещодавно дивилась как ты на полу спала у нас там уже бедная бедная мы бедная может там кинотеатр а я думал а сейчас посмотрим посмотрим не видишь как люди жили в одной комнате все нам еще счастливо что мы на складе сами жили они сто человек Людей в одней комнате. И то, что нам предложили спочатку одну комнату, потом... А, так это не динопарк? Ну, типа, динопарк-реклама, я не знаю, что это динопарк. Да, это динопарк. Типа погулять тут можно. Хотя бы сделала нормальный цель. Это для детей. Ты не хочешь? Соник вдруг хочется. Чем пахнет? А, это мы добавляем. Попкорном? Да. У нас дома два попкорна сделаем сегодня. Хочешь? Да. Это мы давно не добрали. Так, сейчас поднимемся, что-то... Так, короче, в кино не сходило. Нема сеансов сейчас. И все, кассы все перекрыто. Да, не цены, ничего не понятно. Сейчас идем домой обратно. Так, сейчас спустимся на второй этаж. Я схожу по делам. О, тут хаос есть, магазин. Я схожу. Зайду до него. Так, и пойдем уже домой, да, потихонечку. Возьмем еще скейт-парк сходим, да? Нет? Ну, посмотрим, если не захочусь, то нет. Туда. Да? Чи нет? Звідки я охоронець вийшов? З дырочки. Туда и нам сходим, потому что пока до дома дойдемо, можно не дойти. Почекай. Будем на нас, я еще в цей зайду. Как там называется? Хаос. Люблю. Кроп хочешь? Доброе. Так, зашли в сельпу. Купили ванилин, потому что Вероника там по скидке ВТБ. Три пачки творога берет. Запеканка всем нравится, все едят. Доделать. Так, дальше. Ох, спать хочу, устала. У нас, кстати, хомячок, жучка умерла в Киеве. Муж позвонил мне. Я расстроилась очень сильно. Сын тут рассказал, что, наверное, умерла. Муж уже вечером приехал вообще. Расстроил меня я. Аж этот ванилин на кассе забыла. Так, виноградки шмиш взяла. Виталенко любит по 80 пушек. Цены просто. И селедка по 119 на 37 гривен. Очень красиво, кстати, в этот раз. Так, что муж додро похоронит хомячка. Вот. И пока мы ничего покупать такого не будем. Потому что больна, непонятно, что дальше. И потом оставлять животных не хочется. Да, Ленка, ты мне сыр даешь? И такой сыр. Сулугуня взяла. Он сейчас по скидке. Пару дней назад искали. Он нам нужен был для хачапури. Не было. Ну, скидок не было. А сейчас он дешевле. Там на 15 гривен, по-моему. Ну, короче, я взяла. Он очень вкусный. Я люблю этот сыр. Вот. И все. Такие покупки были небольшие. Появлялись. Больше 10 тысяч шагов я прошла. Сегодня, вчера 15 тысяч. Сегодня, наверное, 11 с половиной. Где-то так. Вот. Сейчас дети вернутся. Веронечка. Виталик. И я сейчас поприбираю чуть-чуть в комнате. И буду отдыхать. Что плохо себя чувствую сегодня. Сегодня, кстати, наконец-то, одела вот эту футболку. В сдобе. Вот. На кого он похож, напишите. Мне всегда он был похож на этого человека. Не знаю, актуально или неактуально сейчас носить такое. Ну, я имею в виду из-за схожести. Но я одела, потому что она укорочена. Она не подходила мне. Потому что, наконец-то, я добралась до своей любимой юбки джинсовой. Я привезла ее из Киева и взяла сюда с собой. И в Киеве носила с нее, не вылазила. И тут балдею от нее. Так что вот так. Сейчас на улице так заложила уши. Закружилась голова. Чуть не потеряла сознание. Все честно. Душно очень. Буду отдыхать. Надеюсь, завтра с утра не будет дождя. Мы с Вероникой хотим пойти на базар. На дальний базар. Он, я пусть так называется. Я напоминаю, Болотон. Там ресторан Болотон и рынок, так называется. Хотим туда пойти. Вот. Посмотреть фрукту какую-то. Я хочу чуть-чуть взять. Виталинки. Она малину хочет. И малины вообще не поели в этом аду. Вообще не знаем. Как-то ее мало было. Вот. И... Что? И колбаса там вкусная. Поэтому завтра пойдем. Надеюсь, доезжание будет. Потому что мы сегодня собирались. Но дождь нам помешал. Продолжение следует...